Я вас всех приветствую, с вами Артур и мы продолжаем прохождение Мора Топи, но теперь мы играем за Гару Спика, и поэтому мы начинаем... Ну, в принципе, я описание читать не буду, просто это история о том, как человек ушел от противоречия, грозившего погубить обреченную жизнь, и мастерски исполнил свое истинное предназначение. Артемий Бурах вернулся в свой родной город после десятилетнего отсутствия. Рожденный в семье, которую традиции степняков издревле наделяли кастовым правом на вскрытие тел живых существ, он с детства готовился к соответствующему призванию. Исидор Бурах, отец Артемия, философ и знахарь, пользующийся огромным уважением в среде степняков, признавая ограниченность патриархальных знаний, отправил сына изучать современную медицину в высших учебных заведениях. Несколько лет Артемий странствует из города в город, изучая теоретическую и практическую хирургию. Неожиданно он получает загадочное письмо, в котором отец сообщает о своей скорой смерти и просит сына приехать, чтобы принять наследство. Не желая дожидаться регулярного товарного поезда, Артемий идет по степи вдоль путей, пока, наконец, его не догоняет небольшой маневровый локомотив. На нем молодой Гаруспик прибывает в город. Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ Ого, значит, засада была Так, итак, отныне я старший из Бурахов, глава одного из родов, Менху, знающих линии Я наследую моему отцу Исидору, служителю тому, кого ставил уклад превыше всех прочих Менху на протяжении последних десятилетий Для меня жизненно важно получить наследство отца, оно даст пищу и телу моему, и моему разуму Оно предаст смысл моей жизни, доселе пустой и беспутной Ибо я принадлежу к роду знающих линий, раскрывающих тело, соединяющих земное с подземным Долг знающих служение детям Бодхо В толковании совпадений, в выборе мудрых решений, мое существование на этой земле оправдано лишь исполнением этого долга Кем я буду, если наружу предсмертность рода, если преемственность рода, если не свяжу свое назначение с предназначением моего отца Задачи нет, других честь нет, это моя миссия дня На протяжении которого распеку суждено из законного наследника превратиться в опасного преступника Добро пожаловать в родной город, служитель Давненько ты здесь не был, боди И не помнишь, как терпко пахнет дверью местный воздух, да? Знаешь, почему на тебя напали? Нет Тебе приняли за другого, ищут убийцу Этой ночью в городе был убит один влиятельный человек Люди любили его Не всякие дети так любят доброго отца, как народ любил покойного Не суди их строго за этот порыв Однако жить мне с этими людьми Они наивны, в таких городках Репутация это все По ней тебя встретят По ней и проводят А разбираться не будут Да откуда пустой сплетни или клевете Клевете довольна, чтобы в тебе видели врага Твоя репутация на нуле Изволь терпеть неприятные последствия Что мне делать? Восстановить репутацию сейчас И впредь, если упадет Люди-то глупые, слабые Сегодня боготворят того, кого еще вчера пинали И высмеяли, а на завтра Ну да, что говорить В общем, любое зло можно загладить И они полюбят тебя Как же пылко Как недавно еще ненавидели Как восстановить репутацию Совершить добрые поступки Город маленький Слава разносится мгновенно Сократность искажаясь по пути А если учесть, что здесь Разносятся преимущественно дети То репутация восстановится И впредь постарайся не тратить ее Опрометчиво Это хрупкий товар Отчего она снижается В первую очередь То количество убитого От обоих живых существ Но также и от того Как ты повлиял на людей Чьи судьбы вплетены в твою Тебя тут встретят Такие особенные люди Их иногда зовут приближенными Дурацкие и обычные Но они тебе пригодятся Что это за люди Их около 30 человек Один другого Краешь Краша Все друг друга ненавидят И все лгут Каждый заложает того Чтобы жить Но тем не менее Некоторые из них Несовместимы Чтобы жили Одни другим Скоро придется умереть Да делай выводы Как я узнаю этих людей Это нетрудно Все они яркие личности Местной знаменитости Хотя среди них Не одни Только аристократы Есть и нищие И маргиналы И даже крохотные дети Приближенные к состоянию Чуть больше Совершенства Чем серая масса Простых горожан Ясно Я благодарю тебя за совет А ты мне что расскажешь Итак Бурах Ты почти мертв Жить тебе осталось Сетил несколько минут О чем я тебе Торжественно возвещаю За Такой срок Много не успеешь Тебя несколько раз Ударили по голове Кулаками И у местных Крепки Может быть Ты еще не заметил Но у тебя Четыре ножевых ранения Из которых Одно весьма серьезное Ты потерял много крови А климат не располагает Перегрузкам Ты случайно не сердечник Хорошая шутка Здоровье у тебя на нуле Я не ошибусь Если предположу Что ты не ели Не ел несколько дней И не спал Всю прошлую ночь По твоему лицу Нетрудно догадаться Значит голод И усталость тоже В критическом состоянии Интересно Что именно От них Так Из них тебя подкосит Что будешь делать Если судьба Судьба умереть Умру О какой прелест Ясный фатализм Такие фразы Нужно цедить Сквозь мужественные Сжатые челюсти Но тебе челюсти Едва не вывихнули Поэтому эффект Не тот Гораздо эффективнее Быть фаталистом Если есть Из чего выбирать Не согласен Согласен Чтобы восстановить здоровье Тебе понадобится Перевязочный пакет Жгуты, бинты Остановить кровь И ноль дети Позволят продержаться Где мне их взять Можно отобрать Или выменить У прохожих Но это ясно Если достаточно Чтобы дожить до вечера Несколько я понимаю Ты голоден Очень Чтобы утолить голод Не обязательно Грабить прохожих продуктов Продается в лавках Впрочем Для тебя С твоей репутацией Это свет Пока что Смысла не имеет Но это ночью При погрузке Мясного товара Постошили Один из складов Как его найти Он в отличие от остальных Не заперт Не охраняется Вот они Склады До них рукой подать Кстати Некоторых Из них Ютятся типы У которых Как и у тебя Они лады с законом Для этих Ты всегда Желанный гость У тебя хватит сил Дойти до складов Устал я Признаться Смертельно Спать можно В домах Все спасибо Ладно Обойдусь Это сгусток Особня Кальгимских Здесь живет большой Влад о котором шла речь В письме моего отца По крайней мере Так было еще Десять лет назад Список моих приближенных Пуст Артемий Бурах Репутация Здоровье Фиговое Склады Склады Что это за интересть Одежда Медикаменты Провиант Прочее Надеюсь они Не нападут Нет Нападут Беги Бурах Что ни день То погоня О Через забор Такое время сейчас Шесть утра Да Первый день Письма Известие о наследстве Сын мой Артемий Мне грозит скорая смерть Я хочу поговорить с тобой О твоем будущем Передать тебе-то немногое Что мне располагаю Должен заранее предупредить Тебя Что в последнее время Мне пришлось принять участие В событиях дурных И насколько мне позволяет Судить опыт зловещих Я принял на себя Огромную ответственность Я больше себе не принадлежу Посему ты не мимишь Так Ты не примешь Мое наследство Совсем Времени моих обязательств Как-то Требует фамильная честь Я Пойду И Не прокляну тебя Я пойму И не прокляну тебя Предвижу Что у меня Осталось совсем немного Времени Не поторопись Хочу последний раз Влинуть на тебя Жалко Что я так Мало Был с тобой вместе Это улюбящий отец Исидор Бурах Пес Если заметил меня в живых Так Если застанешь меня в живых Обратись К Владу Альгимскому Он поможет тебе устроить И вести И ведет тебя в курс Моих последних дел Насколько это Его власть Ноткин Ноткин Я еще Еще не было Такого Как я еще Не было Нечего Зря Языка Но ты надеясь Не человек Грифа Кто он такой Этот Гриф Гриф Главарь Воровского мира Он Квартирует На северной Половине Складов Торгует Оружием Тверином И еще Разной Дрянью Все убийцы И преступники Имеют к нему Отношение Так уж Тут водится Вот Я Тебя и спрашиваю Не к чему Так не к нему Ли ты шел Да нет В принципе Какой я тебе Преступник Да только Что по складам Пробежали люди Они сказали Что какой-то Страшный убийца Которого Судя по всему Ловит уже Половина города Пыталась бежать На поезд Наткнулся На засаду Всех их убил А теперь возвращать сюда Вот я и подумал Где ты Или это Это ошибка При Так Прибыла Сдалека И на меня напали Верю Из Изрядно же Тебя потрепало Мы тебе Мы бы тебе помогли До нас самих Обрекли И ведь Как нам зло Именно что Медикаменты увели Сволочь этот Сволочь этот Лиза Предатель Ворюга Убийца И сволочь О ком это ты Лиза Это мерзавец Который свое имя Оправдывает полностью Именно Что Лиза Люб Лиза Блюд Не поймешь Только Кому же он Продался Ворам Или Песеголовцем Украл У нас Самую важную Вещь У своих Товарищей Крыса И это Накануне Войны Какой войны Накануне Войны С песеголовцами Гнусная Подлая Тварь Крысеныш Без души И сердца Украл У нас Самое Драгоценное Что мы Имели Убил Друга И переметнулся К нашим Врагам А мы то Считали его Своим Неужели он Сам С самого начала Притворялся Убить его Наверное он У своих Дружков Воров Сначала Прятался У степи А потом Исчез Наверняка Наверное Кругом Нас Обошел Мы его Возле Кургана Потеряли А потом Убежали Потому что Там внезапно Ворюги Нарисовались Если ты Вдруг найдешь Эту гадину Располосуй его На ремешке Убить Предлагаешь Да Негодяй Не достоин жизни А за это Я подарю тебе Свой револьвер Только если Он с собакой Собаку Бежать нельзя Ладно Потолкую С ним Если найду Какой-то Писька С слухом Вор и предатель В глазах В глазах В глазах У меня все В глазах Вроде нормально Пока что Так в принципе Можно пройти Так Через мосты Точнее К мне же Все хотят Долбануть Да иди ты нафиг Отстань от меня Пристало Так Ладно Давайте поможем Найти Ноткину Этого Сополяка Который Скажем так Кинул Оттуда уже Будет понятно Что к чему Свали уже Бегом 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 Баки вроде есть Ты еще кто Зачем тут ходишь Собираешь тверь А Я пришел по твою душу Песик Ты человек Арррр Нет не человек Хо-хо-хо А что похоже Будто у меня Песе голова Издали очень Вблизи В общем тоже Даже жуть берет Так так Недаром же Нас песеголовцами зовут Видишь Бродяга И не проверишь Какая она у меня Песе Или человече Нет Есть верный способ Проверить Сейчас сниму С тебя эту голову Вместе Ше И все узнаю Говорят Древности духи Награждали такими Головами За большое предательство Ах вот Как значит Ты тоже С ними Заодно Добыть Не может И кто же Тебя прислал Тот кто прислал Очень тобой Недоволен Крови твоей Хотят Что ж Они забешенные Чего они Меня травят Не подумаешь Поиграл в шпиона Ну поработал И тут И там Ну надоело Не желаю Больше Не воровать Сдавать Двудушникам Или Двудушников Ворам Я поступаю Благоразумно Рассказывай За то За что Тебя Убить хотят Это твой последний шанс На спасение Я не жалую Предателей Эээ Да пустое Да пустое Все Ну увел Кое что Обмен же Общая же Собственность Ну значит И моя тоже Они бы все равно Из-за порошочка Этого Пересобачились Хехи Можно сказать Тебя благодеяние Оказал Ну и собачку Обидел Так я же Защищался Самооборона Это святое А Да пожалуй Ты прав Неубедительно Ты пощади меня Добрый человек Тебя за спасение Жизнь добром Воздастся Не могу я рассказать За что Уж больно гадко Но я больше не буду Ладно Проваливать Так Беспризорник Ноткин Главарь банды Двушников Малять найти Все Скажу Ноткину С ним Покончено Ай Бляха Муха Меткий Засранец Может На этом складе Можно найти Чего Пахавать Такими темпами Ничего не найдешь Стрелять 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 Наткин Навинок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сам же сказал, собаку бежать нельзя Он подпадал по некоторым признакам Вот уж не думал, что накануне войны среди наших Такой негодяй объявится Не переживай Так, давайте я сохранюсь Вот это можно, в принципе, удалять уже Сохранение Девочка, привет Нет, у тебя ничего нет, да? Репутация вроде растет Главное, чтобы люди не лезли в трацию А то возьму так ненароком, меня прикончат Это еще малова то, что четырех этих, блин, избил Убил Загубил Так Ладно, пойдем к Владу Можно даже по дороге к младшему заглянуть Хотя Потом, скорее всего, пошлют Знакомиться со всеми Там и встретимся Ну, вроде женщины не убегают Был бы я прям мега-маньяком Мне кажется, женщины бы кричали там Мужики Это он И все, и меня накрывает Мужик, да я добрый фиг, вы меня бьете-то Че-то прикол Так, стоимость какая у вас в лавках Продавец, уходи, я вам ничего не продам С какой, кстати А у вас рассказывают страшные вещи Уходите, уходите скорее Хорошо, я вернусь, когда установлю свое доброе имя Да екарный бывает, что за бред Продашь мне колбасу тебе Чего там, язык отрежу, что ли, за это Денег почти нет Пока до этого сгустка дойду Меня тут, наверное, раза 3-4 нашпигуют ударами Интересно, а в театр сейчас можно зайти? Ой, блех, амуха, ну и че за фигня? Да я никого не бил, а ну че, блин Я бил, правда, но не специально Так, ладно, ну-ка Да, имя и честь представится, Марк Бессмертник Импресарио Театра Пантомимы Кукловод Почтеннейший желает видеть Пантомиму Да, желаю Дождитесь объявления, начало уже скоро Че вы собираетесь? Че вы собираетесь меня удивить? У вас тоже будет роль Одна из главных, почтеннейший Я предпочту посмотреть из зала Пока человек все станет Покой, покой Сейчас мне нужен только покой Зашел узнать, все ли живы-здоровы Вроде все живы-здоровы Пока что, кроме меня Все пытаются... Ой, блех, амуха, ну капец Зачастую душу меня пытаются избить Всяческими способами Мужик, ты хоть не нападай Со всех сторон Ребята уже меня ждут Бежим О, трагик Это не вы, Большой Влад Хозяин этого дома Нет Я, видите ли, несчастный почтальон У меня для него письмо Чрезвычайной важности А мне объявили, что он появится Только в 11 часов Не идет в этом письме речь о неком буррахе Письмо я не читал Читал, вот, слышно даже сквозь маску Ну нехорошо, нет Речь идет лишь о неком бакалавре Даньковском Который прибыл в город по личному делу Но скоро примет на себя обязанности по расправе Загадочным убийцей Симона Каина Спасибо, брат Капелла ты дома, надеюсь, меня же сейчас убьют Фу, слава богу Привет Я всегда рада гостям Кто ты такой? Почему на тебе кровь? Я Артемий Бурах, сын и наследник Исидора Бураха Так, это ты, Артемий Бурах, горуспик? Мы тебя давно ожидаем Я Виктория Мой отец Владислав Ольгимский Друзья зовут меня Капеллой А мы будем друзьями? Конечно, то есть, я очень на это надеюсь Ты веришь в предчувствие? Вообще я сверхчувство Да У меня такое чувство, что не подойдет Так, не пройдет и двух недель Как наш мир рухнет и переродится в другой Мне предстоит создать новую жизнь И пожертвовать собой ради будущего А ты мне в этом поможешь, да? Я буду рад тебе помочь Поговори сначала с моим отцом Он в соседнем крыле А я хотел сначала поговорить с тобой Папа сказал, что Если ты перепутаешь дверь И по ошибке войдешь сюда Что я сразу Что Чтобы я сразу направила тебя к нему Я должна слушаться Хорошо Я могу здесь отдохнуть? Конечно Вот кровать Ложись и спи Сколько души угодно Спасибо, Виктория Нет Успеется Ну если он только в одиннадцать будешь Что мне делать? Пока поспать могу Десяти как раз Медицинский О, парниш Стоять Стоять Мне нужны Да А, блин Ничего не поменяешь Так Ну-ну-ну Нас не задирай Сами с усами Что такое взъерошенный? А, началось Готовится сокрушительный удар Под выведушником Псиголовцы В почти 70 голов Никому не спастись Что это значит? А это значит, что За вилью Двоедушников В земле Пришел конец Ноткину придется Очень крепко попотеть Чтобы вывернуть Их Из Чтобы вывернуть Вывернуть Из схватки Песих челюстей Что у вас Игры такие? Ну, кому игра Кому и судьба Надеюсь, вы обойдетесь Без смертоубийств Скажи про сырые застройки Так, сырые застройки Бррр, самое гниющее место Там вся почва Аж дышит Того И, гляди, проглотит Чисто болото Что ты там забыл? Да не, просто интересно Про дубильщиков Грозное место Северо-западный мыс Земли Дальней части города Там строят стержень Особняк Собуровых Мы там не играем С Александром шутки плохи Неровен час Попадешь феодалу Под строгое око Чем же это грозит? Да, мало ли Нет С Собуровыми лучше не шутить Обратно же И жена его, Катерина Мало того, что ведьма Да еще и хозяйка А ведь из прежних хозяек Ни одну не застал А Катерина Как бы последняя Впрочем, я ее и не видел ни разу Успокойся Что ты весь за трассой Я тебя не приглашаю Так, не приглашаю Приглашай туда идти А кожевенный А чего про него рассказывать? Квартал, как квартал Это в земле Самый северо-западный квартал Северный термитника А впрочем, там живет Мой славный приятель Спичка Спичка по прозвищу Поползень Знаешь, кто такое Поползень? Это такой Пронырливый змей Где живет Спичка? Ну, дом на берегу Горхон реки Найти мудрено Вообще-то Когда окажешься В тех краях Спроси Как-нибудь Тебе покажут Покажут, спрашиваю Блин, опять сейчас Нападать будут на меня Ничего не пришел Только в 11 Жалость Самое честное чувство А в моем случае Еще и полезное Закон высшей справедливости Срабатывает У меня была возможность Продать свою новую репутацию Я не воспользовался Я им не убийца Давай я тут Пару пакетиков Выпью Ну-ка Ах, это вы Счастливый Догадываюсь Кто передо мной Знаешь О вашем горе Мой мальчик Я Владислав Альгимский Босс Наверное Не помните меня К вашим услугам К вашим услугам А я не думал Что вы еще Так молоды Я не так молод Мой мальчик меня служитель или горуспик артемий бурак до смерти до смерти исидора невосполнимы утраты невосполнимы хотя видя вас перед собой а в этом уже не уверен простите старику грубую шутку мне горько сообщить вам это но смерть любимого отца только начало ваших бед мастер бурак какие-то мерзаться напали на меня когда сошел с поезда наслышан уже наслышан так вот эти мерзавцы ждали не того кто сойдет с поезда того кто хотел сесть на него извольте видеть они ловили убийцу которую успел уже натворить тут дел успел смерть вашего отца говорят тоже его рук дело а что мой отец убит если такая гипотеза странная смерть хотя он и ждал ее а дал мне вам знать загодя а вот именно этой ночью умер ну да у страха глаза велики помилуйте то теперь будет улики изучать разорвать бы возмутителем спокойствие поскорее вас то есть причем тут я не только что приехал беда в том что тени на станции сочли убийцы и вас теперь они разнесли ваши приметы вы ведь предпочтите так примечательная личность а массовая истерия хорошая средств для скоропалительных обвинений опять же наложилось на сумбурное видение одной влиятельной особы подозревают меня что за особо а особо очень уважаемое семество соборовых помните хотя вряд ли катерина немного вас постарше будет катерина александра собурова супруга имеет способность удивительные проскопические так сказать и сомнению их не подвергают проверено они предсказали мой приезд но не только много ужасов касательно вас предсказали однако же расплывчато и знаете по сравнению с моим спокойным супругой способности катерина мягко говоря не бесспорны ну да простецам хватает чтобы вас опознать меня весь город подозревает они подозревают если подозревали уверенно уверенно мой дорогой мастер бурах вас преследуют и пока эта паника не уляжется считайте что доказательства против вас неопровержимы да и те кто оставался лежать там на станции сами говорят за себя сами напросились поймите эти бедняги на улице ни в чем не виноваты не судите их строго и впервые за долгие годы показалось абсолютное зло они одумаются придет срок а пока вам надобно получить на следствие не так ли а для этого в первую очередь нужно нужно вас оправдать так да моего свидетельства недостаточно тут теперь такие свара начались по всем интригу увидят а я думаю вот что крайне дело о симоне стран странному человеку поручили бакалавру медицины прибыл он внезапно издалека будто народно нарочно подгадал он им убийцу и ловит советуйте встретиться с ним свереб говорят если бы вы его раньше нашли чем он у вас тогда может сразу стрелять не будет а со своих стоит со своей стороны тоже будет хлопотать отсидеться отсидеться бы вам добоюсь скоро явится сюда за вами ладно потолкуем с бакалавром вечи вчера вчера даже дождитесь он сейчас сам не знает кого ищет застрелит не спросит а вы главное на улице не спешите честным людям кости ломать восстанавливайте доброе добро им потихоньку а сейчас поведали так повидайте мою дочку она умница и есть что вам сказать я приму любой добрый совет члены вашей семьи тоже верят в мою невиновность что же будет бороться за право за правду мастер бурак помилуйте также твердо как и свою собственную я могу с ним поговорить как же дочь живет со мной она в соседнем крыле дом а мой сын владислав младший сейчас ночует в окрестной постройке у него там какой-то темные дела я укажу адрес может быть они помогут вам и словом и делом надеюсь девочка что посоветование мне делать теперь есть бакалавр найдет вас прежде чем вы его последствия будут сами понимаете наш чтобы вам было о чем поговорить как вы его найдете вам лучше обзавестись аргументами понадежнее чем моё моё вето где же мне их взять еще не знаю интересно что думаете дочка по поводу у нее знаете от матери много они такие вещи чувствуют что нам с вами и не представить старшинство старшинство конечно но девочка умнее меня это уже очевидно я псы я посоветую с вашей дочерью если как кровь есть у вас медицинские принадлежности спросите услуг если они не разбежались такая паника что делается что делается или всего лучше в крыле у моей дочки маленькой виктория она вам поможет спасибо так ты стал жертвой ужасной ошибки но я хочу открыть тебе кое-что это известие поможет тебе вернуть свое доброе имя я назову тебе имена нескольких человек все они дети но не суди их по возрасту кто-то из них может оказаться тебе неоценимую помощь как все они часто виделись с седором в последнее время может кто-то из них догадая догадывается о настоящем убийце остальные знают что ты не виноват они ведь тоже приближенные они не поспешат обвинить сына в убийстве отца даже если улики будут очевидно рад это слышать они могут помочь тебе узнать как провел вчерашний вечер твой отец я знаю только что перед смертью он надолго уходил в степь и вернулся вчера вечером очень поздно тогда они тайком отправились к старику в гости зачем а ты знаешь почему они близко общались с твоим отцом в эти последние дни даже не догадываюсь причина скорбная этих детей моих друзей и верных помощников ожидает скорая смерть что с ними смертельные боли смертельно боли нет но ты мне верь твой отец например сразу поверил ты же знаешь что он был умный был умным и недоверчивый а он каждый день проверял не случилось что нибудь с каждым из них у них такая линия судьбы вероятность смерти выше чем вероятность жизни откуда это известно мой отец предвидел свою смерть по той же причине не знаю что навело вас всех такие мысли сверхчувства но не только моем все в этом сходятся и твой отец сходился и симон что-то я до сих пор не могу поговорить о них как о мертвых и марии и катерина даже все сходятся пожалуй заботиться о них так как твой отец заботился они должны жить симона и седор умерли значит и они ходят под косой чем могу для них сделать просто не забывай о них и если вдруг сможешь вмешаться в линию судьбы непременно мешайся ведь не совсем обыкновенный ты сын своего отца как получится нет теперь ты за них в ответе похоже с тобой лучше не спорить мишка спичка ноткин ласка так хан тая ты тая ты чек капелла ласка ноткин спичка мишка все ясно и ты тоже капелла что ли страшно и больно когда тебя клеветают но выход может быть только один делать больше добрых дел и больше не не делать дурных как знаешь мне рассказала мама добром и злом с а за добрый раз в судьбе если судьба так если злая судьба донесется до человека дотронется человека она она запрягает к нему на плечи и гонит гонит своим путем все дальше и дальше пока они не сбрасывать ее чем дольше она его гоняет тем дольше выбирает обратно тем дольше выбираться обратно это не новое нет злая судьба сама начинает подбрасывать тебе злые поступки совершил их все больше и больше даже не невинный поступок подброшенный злой судьбой может оказаться злом если она сидит у тебя на плечах думаешь у меня уже сидит сидит вряд ли тебе удастся сделать много добрых дел но хотя бы чур чурайся злых я даже могу подсказать тебе где тебя ждут сегодня злые дела ты ведь веришь в мои сверхчувства верю подскажи опасность ждет тебя на кладбище и складах и в степи не знаю какая именно но велик шанс что ты сотвори сотворишь там много зла лучше сегодня вообще туда не ходить и не слушать дурных советчиков я подумаю тебя отвернулось много добрых людей а злые наоборот тянутся ближе в этой пустоте тебе за захочется податься им навстречу не совершает ошибки умная эта девочка капелла отец последнее время избегает я могу отдохнуть у тебя как же на твой дом я буду ждать тебя новостей нет страшно и больно я чувствую что по сравнению меня так с кем я могу поговорить независимо от своей репутации помни о моих словах правда от хана помощи не дождешься спичка может шляться по задворкам от тая не слышно никаких вестей ты еще не познакомился с девочкой лаской нет эта девочка могильщица могильщика она живет в маленькой сторожке на кладбище знаешь где городские кладбища это в земле югу-западу от баэн она верит что я не убивал отца и симона это волшебная не так не земной существо она кажется странно странный я знаю никого добрее честнее великодушнее прекраснее и не верь если скажу что она мертвых любит больше чем живых просто она так одиноко понятно знаешь мальчика по прозвищу ноткин уже знаю он отчаянно с он отчаянно смелый и он верный друг если он полюбит или зауважать тебя он не посмотрит ни на какую клевету даже если весь мир ополчится против тебя ноткин встанет на твою сторону и погибнет вместе с тобой друга он не предаст никогда хотел бы я чтобы обо мне так же говорили но его конечно тоже порой заносит это для своих он такой а к недругам он беспощаден даже слишком иногда в нем тоже есть кровожадность когда он вырастет наверное станет боевым генералом будет как блок или шойн доживем увидим нет верно так убийца симона убийца и сидора меня назвали отцу убийцы весь город против меня кто согласится говорить со мной кто научит как оправдаться альгимский утверждает что его дети виктория младший влад могут дать несколько ценных советов капелла связывает мою судьбу с необычными детьми именно они были с моим отцом в последние минуты его жизни стоит поговорить с этим об этом с лаской и ноткиным а также наведаться в дом отца эти дети кажется были там частыми гостями а ласка где у нас а ласка на кладбище точно так ну наверное мы на этом с вами закончим ребята а потом следующий серий я уже пойду узнать кому я пойду я скорее всего пойду уже круто так а следующий серия уже скорее всего пойду к младшему владу к ноткину и уже по дороге вот так ты тут тут ты тут тут пойду на кладбище и через кладбище уже пойду к себе домой такие вот дела так что это все у нас будет среди сериях с вами был артур вместе следующих сериях всем пока